Идти в ногу со временем в вопросах подготовки кадров. На протяжении 8-ми десятилетий Ненецкий аграрно-экономический техникум ежегодно выпускает специалистов по востребованным профессиям. Вектор в подготовке кадров диктует сам рынок труда. В 30-х годах это были рабочие для колхозов и оленеводческих хозяйств. Сегодня для учреждений образования, природопользования, общепита и спасательных организаций. С чего начиналась история техникума в день 85-летнего юбилея, рассказали ветераны педагогического труда. История техникума началась в 1929 году. Сразу же после образования Ненецкого национального округа встал вопрос о подготовке кадров для всех отраслей народного хозяйства. В 1932 году была открыта сельхозшкола для обучения кадров оленеводческих колхозов. В ней готовили бригадиров стад, пастухов, чумработниц и щитоводов. В 1958 году школе уже присвоен статус техникума, где стали готовить ветеринаров и зоотехников. Ну что, в специалистах большая. На просторах Большеземельской тундры 150 тысяч оленей. Будущих зоотехников вы встретите не только в аудитории. Занятия проходят в собхозах, на зверофермах. Распределение студентов по окончанию техникума было по округу, по области. Студенты выезжали даже на руководящие должности, несмотря на то, что высшего образования они еще не имели. Многие студенты нашего техникума становились председателями колхозов, директорами даже совхозов, главными зоотехниками, ну, конечно, и главными ветеринарными врачами. В 1961 году директором был назначен Василий Григорьевич Волков. С именем этого руководителя связано много положительных изменений. Учащиеся перешли на полное государственное обеспечение с питанием, рабочей одеждой и бесплатным общежитием. Но самое главное – началось строительство нового здания техникума. Весь фундамент закладывали, сколько мы камней, кирпичей с ребятами перетаскали, закладывали фундамент. Вот, ну, а потом уже, когда построили этот техникум, рай, рай был. С открытием нового здания расширилась учебная база, а через некоторое время появился и свой учебный центр. Он создавался под руководством Екатерины Безумовой. Она провела в техникуме недолгих семь лет, но успела оставить после себя наследие. Чисто учебно-практические занятия. Под анатомию там проводили, биоцен-экспертизу там проводили. То есть все лабораторные занятия старались проводить там. Там зоотехники потом проводили, там по кормам исследования, в клинике класс был сделан. Ну, вот то, что я увидела, меня это очень… я восхищена. Почему? Потому что основа положена, она не рассыпалась, она продолжается. В 90-е годы открываются новые направления подготовки – правоведение, менеджмент, экономика, экология. Большим спросом пользуются специальности поварское и кондитерское дело, технология продукции и общественного питания, пожарная безопасность. Техникум ориентируется на местный рынок труда и готовит специалистов самых разнообразных профессий. А подтверждением качества образования может служить не только трудоустройство выпускников, но и почётная награда. Накануне юбилейной даты Ненецкий аграрно-экономический техникум вошёл в число 100 лучших СУЗов России. Валентина Чебичик, Антон Водряков, Телеканал «Север».